Заразиться корью очень легко. Достаточно, чтобы больной почихал, покашлял или даже просто подышал в присутствии здорового человека. Корь – это инфекционное заболевание. Отличается оно от всех других очень высокой контагиозностью, то есть практически как у ветряной оспы. 100% людей восприимчивы к этой инфекции. Болеют ей только люди. Инфекция – это вирусная и характеризуется она поражением всех слизистых, то есть и глаз, и носоглотки. Характерны для нее тяжелые осложнения. А связаны эти осложнения с тем, что корь вызывает мощное подавление иммунитета. И именно на этом фоне присоединяются и вторичные инфекции, и развиваются такие грозные осложнения, как пневмония, что чаще всего. Возможно, даже развитие кератоконъюнктивитов с последующей слепотой, но и очень грозные коревые энцефалиты, то есть поражение нервной системы. Серьезные осложнения при коре возникают в каждом третьем случае. Процент смертей – 1 из 100. Проявляется это высокой температурой, очень сильной интоксикацией. Действительно, вирус отравляет существование человека достаточно надолго. Даже после успешно, скажем так, перенесенной инфекции, в течение года сохраняется так называемая иммунологическая энергия. То есть человек очень долго выходит в состояние иммуносупрессии. Это подавление иммунитета. Иммунитет, он даже настраживает онкологической патологии. Очагов кори в последние два года стало больше. В Украине, Грузии, Казахстане счет заболевших идет на десятки тысяч. Это значит, вирус легко завести в Россию. В последние годы в связи с мощными миграционными процессами и с тем, что многие родители по каким-то своим причинам отказываются от вакцинации, ситуация несколько ухудшилась. И на сегодня о ликвидации кори на территории Российской Федерации мы пока не говорим. Задача все-таки правильно вакцинировать детей и вакцинировать всех взрослых. Детям прививку от кори делают дважды – в год и в шесть лет. Если ребенка в год привили, а в шесть лет мама решила отказаться от повторного укола, угроза заразиться остается. Если прививка сделана правильно, у ребенка формируется пожизненный иммунитет против кори. Прививка переносится хорошо, хотя надо понимать, что мы вводим ослабленную живую прививку. Возможно, имитация болезни в легкой форме, появление сыпи. То есть все, что характерно для, скажем так, дикой инфекции, возможно, в легких проявлениях и после прививки. Но мы не видим таких осложнений, хотя мы к ним готовы, то есть и к температурной реакции, и к различным высыпаниям. Взрослых вакцинируют дважды с перерывом в три месяца. Прививка от кори входит в национальный календарь и делается бесплатно.